Музыка Здесь идет обработка звука достаточно серьезного Он великоват для ношения в руке Музыка Здесь подкручивается Покажи так же Музыка И два новых контроля Есть еще устройства Про которые мы уже не слышали Один из них это USB Reader То есть для тех компьютеров, у которых нет Показки PC-Express Можно использовать внешний USB привод Для считывания карты Ну и кроме того, такое Интересное устройство, которое выпускают Наши коллеги из подразделения Recorded Media and Energy Это блок То есть там внутри жесткий диск Вы можете на него переписывать Материал с карточек Освобождает достаточно дорогой носитель для работы А потом с жесткого диска Либо прямо монтировать Либо перебрасывать на другие носители Вот Вот То что касается Картфанк Я Естественно Принес все образцы Просто Визуально Показать Это первый вариант Карточки Который так и называется СБС карточка Используется Рашина PCI-Express Самая дорогая Картфанк Кроме того Идя на встречу опять-таки Пожеланиям потребителя Мы выпустили Более дешевую версию СБС-1 То есть карточка Более дешевая Отличается тем Что у нее чуть понижена Скорость работы Поэтому некоторые Функции компьютера То есть там бывает Замедленное Воспроизведение Или запись требуется Расскоренная Она их поддерживает И наконец Для тех Кому важно Использование Самых дешевых Носителей Имеющих в продажах То есть В любом магазине Сейчас Кота или Крома То используется Специальный адаптер То есть Адаптер В руке Он подсольный Смемористик Это вставляется Вот обычный Современный Мористик И в общем Такой же адаптер Есть выпущенный Покатчик С-2 С-2 То что касается 350 Как уже говорили Не от записано Ключевой Это Первый выпуск Ключевого Комфудера На базе Карт памяти Прежде всего Вес И низкое Энергопотребление Поскольку Нет вращающих частей Нет протяжного Механизма Нет пивода диска Это позволило Массу Всего Но После того Как Брали У нас на тестирование Многие центральные Каналы Даже навешивают Всевозможные Аксессуары Объектив Специальные батареи И так далее Сверх Все равно Вес Получается Более Низкий Используются Кмок В формате В формате Девикан То есть Недатная Четкость Существуют Две комплектации Штатные При заказе То есть Мы Можем поставить Объектив Комплект Этот комплект В целом Если брать Оптику отдельно Покупать Получается Дешевле Естественно Либо Уже По желанию Операторов Которые Непосредственно Работают На Комходер Который Который Есть у нас На стенде Он Разрабатывался Объектив Совместен с компанией Применяет Симметрии Работая Участники Были с обеих сторон И со стороны Производства Оптики Со стороны Собственно На этом рисунке Показана Небольшая маленькая Кладка Электронного Ключа Которая Устанавливается К любому инженеру Потребуется 3-4 Для того Чтобы Поставить И Комходер Начинает Написать Правые Кландатные Четкости Возможны Следующие Режимы Это Ускоренная Запись Или Замедленная Интервальная Покадровая Запись Оперативная Запись В оперативную память То есть Тут Хранится 15 секунд До Нажатия Записи Что позволяет Особенно При новостейной Работе Сохранить Какие-то Вещи Когда Добежат Из Об этом Рассказывал Медзаки Саныч Скорее всего Это будет Великатен Для тех Студий Которые Имеют Много Целевое Применение Комходера Для Работы В студии В своё время Получал Очень много Не то что Претензий Но Вопросов Со стороны Региональных Компаний Почему Мы сняли Производство Компода Редикам С разъёмом 26 штырей В принципе Мы к этому Вернулись На следующем этапе Здесь Используется Тот же Кабель Компода Редикам Используется В этом режиме Единственное Что придётся Добавить Это Два Коаксиальных Кабеля По которым будут Сигналы Собственно Высокая Четкость Необходимость Сигнал управления Сигнализации Перекровод Максимальная Длина Кабеля Возможно Между Компода Адаптер Каменным Каналом До Станет Ограничения То есть Он как раз Нацелен на Компактную Производственную Линейка Линейка Состоит из Вариантов Адаптеров То есть 55-й адаптер Это идёт для Печевых Конфоберов И 53-й адаптер Это только для Экстриди Для того чтобы Сцепить его Сцепить Жестко Экстриди Для Экстриди 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 Версия Называется 10T SP2 РПП А то Что касается Каменного Канала Одинаково Называется Экстриди Питание 12 Вольт Поэтому Вы Можете Городить Новый источник питания Но Тем не менее От этого кабеля Избавиться По двумках Передаются Минимально Необходимые сигналы Сигнализация Беспеческая связь С оператором Обратных каналов То есть Программа У вас есть Да 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 Не буду останавливаться Подробно Потому что Мы честно говоря Снабдили брошюрами На русском языке В семинарах Но и в этом Очень хорошо Это расписано Все показано И я знаю Что уже Не зря на то Что устройство Поступило в продажу Примерно месяц На нашей территории Уже достаточно много Заказов В том числе Центральный канал То есть Вещь оказалась Очень интересной И на сайте Так выглядит Камерный канал Он Поддерживает И написано Так Варианте Кого интересует У нас Вио-рпомчатый Япроводный Вио-рдэс То есть Стандартная Переговорная Система Здесь Здесь Возможность того Что можно Остраивать И Как это выглядит В реальности То есть Естественно, мы не делаем студийных мониторов видоискателей, поэтому здесь идет кого-то из вендоров других, то есть вариант PROTEC и переговорная гарнитура, в данном случае используем TELEX. Здесь отличие просто в конфигурации между контролером малогабаритом PROTEC и X3, но есть на 50. Какие есть преимущества и какие у них отличия существуют? Для настройки параметров, если брать в виде студийной камеры, используются пульты либо RMB-150, которые выпускается у нас порядка 10 лет, если не ошибаюсь, 150, либо подойдут пульты новой серии, которую мы с этого года выпускаем для студийных камер, которые будут более высокоинфектуальные пульты серии RCC-1000, RCC-1000, RCC-1000 и так далее. То есть по ним тоже есть уже информация у нас на сайте. Ну и так вот выглядит с манекеном, условно говоря, работа оператора студии на варианте, как и нашим CONFORD. У него ключевинный, либо RCC-1000. Это коротенька о 350 и возможностях работы в студии CONFORD X. Хотелось бы рассказать еще об одной новинке, она тоже присутствует у нас на стенде. Как я обещал с самого начала, разговорили только о передотельных устройствах сегодня у нас с вами. То есть это комфортеры, пишущие на карты передотельной памяти. С этого года мы представили вариант комфортера, который использует кодирование по формату ABC-HD. Пока у нас единственная модель производится, это NX-5 и Windows-16. Идумал новый бренд для этого подвида комфортеров NX-K. И, значит, то, что касается споров о том, какой комфортер лучше, у нас, как у корпорации, обладающих довольно большим опытом производственного устройства для съемки и хранения материала, начну рассматривать комфортер самопутности, то есть все его изменения в цепи, которые формируют в ходе вам картинку. Это, собственно говоря, объектив. Где-то примерно год назад у нас появился бренд G, то есть Sony стала выпускать объектив, там, с учетом своих личных наработок технологических. Вы знаете, что у некоторых вариантов тоже существуют как объективы. Датчик, там, в случае, применяется XMORG, MOC-сенсор. И, собственно говоря, кодеки висели уже за эти годы, когда он нафиг был разработан, хорошо отработанный кодеки. Главное, что есть уже программное извечение, которое позволяет с ним на монтаж делать. Вот так он выглядит, кроме того, вы можете еще размотреть. Значит, 3 MOC-сенсора размером 30 дюйма. Максимальный поток, который записывался, по вашему выбору, 24 Мпс. Если такое качество не нужно картинки, то вы можете смело пойти 5, 9, 17 шаги. Вот, полное разрешение, то есть сенсор полного разрешения. Прогрессивное сканирование, 25 метод, происходит прямо на самих датчиков сигналов, то есть MOC-скорфура. Он записывается линейный звук, пиково-кодовый модулятор 16-питовый. И возможность использовать два слота. Два вида карт памяти можете использовать. Мемористик и SDHT. Вставляются все равно в какой слот, то есть там сделаны универсальные линейки, которые позволяют принимать публикацию. Вот это интересная вещь, возможно, понадобится кому-то или понравится элементаристам. То есть позиционирование, ваше место съемки, время съемки, все эти данные считаются. Они записываются в виде метаданных в ваших программах. Ну, естественно, поскольку это компьютер профессиональный, то есть выходы. И по стандартной четкости SDHT, либо SDHT. А конкретно какая модификация NIS-5, NIS-9, NIS-9, NIS-9? Потому что в интернете разные контакты. Да, значит, здесь появился вот такое разночтение, почему? Потому что для некоторых регионов GPS не проходит. Но у нас, поскольку нет ограничений на эту тему, то, по-моему, если не ошибаюсь, буква N означает, что в нем встроенный GPS. Она будет немножко дороже стоить, в простую сторону посмотрим, но там несущественно. Вот. Наши регионеры продают оба варианта. То есть в отличие от некоторых регионов, которые продают стоп-1, и по-другому, у нас, по-моему, здесь есть оба варианта. Ну и клуб кодотерной памяти, который вставляется в клуб компьютера, позволяет делать записывание более чем 11 часов непрерывной записи. То есть очень большая емкость в 28,5 мегабайт, и при зависимости от, конечно, компрессии она позволяет минуту 11 часов. Вот, здесь показана длительность записи, возможно, изменяется. У нас емкость 170 минут на карточку, мемоистик 32 гигабайта при компрессии, вернее, изменяется при потоке 17 мегабит в секунду, соответственно, 225 минут на карте. Таблицы все тоже из брошюри, брошюр очень хорошего, скоричного, комфортного выпущенного. Ну и то, что касалось позиционирования, вот, то, что вы можете, ну, прежде всего, конечно, для документалистов, для какого-то экстремального видеосъемки очень бывает полезно на точное место, чтобы при необходимости повторить ту же самую точку видеомомера съемки, ну, просто иметь метод-данные, зафиксировать это все вообще очень качественно. То, что касается композа, то у меня все. Есть еще материал про монитор, который мы привезли, он опять не предотвратительный. Первый OLED-профессиональный монитор, я боюсь, что презентация не почитается, потому что я сделанного формата, и на руках я попытаюсь. То, что касается всей линейки вещательных и производственных мониторов этого года, то вот она у вас перед глазами. В том числе, вы видите здесь уже монитор, который мы упоминали, это описано, то есть 3,8 разрешения, то есть 2800 точек по строке, соответственно, там 2160, сколько и так далее. Вот, но разговор у нас пойдет вот об этом мониторчике, его коротенечко, если бы я старался сделать так, чтобы не грузить вас сильно подробностями технологическими. Вот так он будет, пока он имеет экран всего у нас 7 дюймов и 4 десятых, то есть не очень большой монитор, мы начнем для следующих применений. Вы знаете, что ЖК-мониторы температуры наши не очень любят, особенно зимние температуры. То, что касается OLED, здесь проблем нет, потому что это светоизлучающий монитор, он не требует никакой жидкости внутри, это светодиод органического и энергетического материала. Вот, расследовала вот такую же удачную конструкцию от 940, то есть ЖК-монитор, шоссея старая, то же самое, заменилась, собственно говоря, панель, естественно, привод и проложение этой панели. Разрешение вот такое, то есть четверт ТВЧ, 960 строчек в горизонтале и 540 в практикале. Вот очень важно, что здесь OLED-технолог позволит добиться прекрасной цветовой диаграммы, то есть более широкой диаграммы, чем у ЖК, естественно. И кроме того, чистоты цвета, управление, вы видите, идет уже 10-битовый по цвету граверности от панели. Это обычный монитор ЖК, чтобы понимать, как размеры используют примерно 6 бит в силу, для того, чтобы подобрать этот цвет. Быстрый воздух и низкая температура. Вот, низкое потребление энергии, то есть вы видите, что у него универсальное питание, у него вставляется обычный аккумулятор, который использует нашей композиции. Вот, есть питание внешнее 12 вольт, вы можете подать любого из тех же 12 вольт из разъема. Ну, либо силовой блок питания, который включает 10 вольт, так, мы сейчас на сцене у него включаем. Вот, чистота цвета и меньше отражения, то есть поскольку панель сама другая, то есть в ЖК, получается, цвет поражительно меньше влияет на вашу восприятие. Вот, вес всего 2 килограмма, возможно использование его в качестве монитора на камерном, то есть на весь скепление под дюймовый листок специально, там, в теле, там, скажем, кино производства, надо использовать такой на камерный монитор. У него встроенный, естественно, социологические индикаторы, индикаторы звуковых каналов, так что. Вот, ну и тут уже никак не бойтесь, он применялся в пристемках 3D, очень удобные функции это 3D, то есть переворотки, потинки всевозможные, подача сигнала, таким вот образом. И в качестве такого маленького подсмотрового монитора он используется, вот, при камерных системах, либо наградчиком, на режиме формирования. Что еще из особенностей? Малошумящий, когда вы монтируете его на камере, можете поставить режим пониженной скорости работы вентилятора, он здесь стоит вам мешать звук. Кроме того, сохранение экрана, то есть если картинка будет неподвижной, изображение в течение 10 минут, она автоматически изотменяется, и клавиша, которая означает код, по которому подойдет сигнал, она будет подменивана, потому что показывающий сигнал есть, просто экран искусственного стенелка, изображение не меняется. Вот, возможно использование в качестве, опять-таки, накамерного монитора, тут есть конструкция подчеркивания фокуса, аспект соотношения сторон, то есть можно макро и разно устанавливать, возможности преобразования интерлейс, то есть чрессрочной прогрессивной развертки, то, что я уже говорил, изменители уровня звука, осциллограф, и, собственно говоря, назначаемые кнопки, это те, которые чаще всего пользуются, где режимы опробованы, назначены настоящие. А гектроскоп есть там у него? Асциллограф. Что касалось непосредственно сравнения лицом к лицу с 9-дюймовым жакам, мы можем взять бы 90-50, здесь, естественно, были быстрые ревки, поскольку панель совсем другого типа, воспроизведение черного, глубокого, то, что очень любят гектроскопографисты, которые уже прохранцы, так сказать, может быть более серым, чем много. Ну и глубина цвета действительно работа, в принципе. И почему он будет стоить? Есть уже в празднистах, у окна этого точно завершен, то есть он продается примерно месяца 5-дюймов. Ну, собственно говоря, это вся наша презентация. Если будут какие-то вопросы, мы вашим услугам возле нашего оборудования. Спасибо.